Волк не вернулся, но жители села продолжали жить в страхе. В другой жизни они не знают. Эта короткая фраза показывает нам то, как интересны разные сюжеты могут контролировать наше сознание. Как они могут корректировать наше поведение в зависимости от разных факторов, о том, насколько интересно, насколько увлекательна была эта история. Собственно, сегодня мы с вами послушаем о том, как именно такие и не только городские легенды готовы и могут управлять нашим поведением. То есть, как наше общество может нас контролировать с их помощью, начиная от большого брата, заканчивая маленькими, теплыми, уютными мамами дома. Итак, сегодня мы с вами ответим на три ключевые вопросы. Во-первых, почему именно социальный контроль? Почему не какая-то другая область, где касаются городские легенды? Во-вторых, что на самом деле такое городская легенда? Миф, реальность, факт или что-то совершенно другое? И как, самое главное, эти городские легенды превращаются в формы социального контроля? Могут они превратиться, не могут? Или это просто интересные сказки или сюжеты фильмов? Итак, что такое социальный контроль? Сразу хочется сказать, что цель любого социального контроля – это социальный порядок. Поэтому, если мы думаем, что что-то нас контролирует, и что-то нас хочет доставить что-то делать, на самом деле это лишь для того, чтобы воспроизводить определенный тип отношений, то есть чтобы мы могли с вами общаться на одинаковом уровне и понимать друг друга хорошо. Но с чем же социальный контроль отличается? Итак, это совокупность, в первую очередь, механизмов, которыми общество или части общества, с помощью которых направляется наше поведение, то есть оно направляется, оно корректируется, оно контролируется в том числе. Также к социальному контролю относится совокупность ресурсов, материальных и духовных, с помощью которых наше общество способствует тому, чтобы определенный тип отношений, определенная социальная структура тоже продолжала функционировать соответственно и нужно и важно. Итак, эти все механизмы и ресурсы отображаются в социальных практиках. То это то, по сути, это наше поведение, то есть то, как мы действуем, как мы ведемся, как мы взаимодействуем друг с другом, все это и есть в нашей социальной практике. И вместе, в уществе вместе, это все приводит к социальному контролю. Опять же, цель – это порядок. Социальный порядок – функционирование общества цель. Какие же возможные пути достижения этого социального порядка? Первое – это принуждение. Не пугайтесь этого слова. Самая яркая форма принуждения, на самом деле, – это закон. То есть это то, нарушение правил каких-то будут влечь определенные санкции. Поэтому закон – это четко установленная система норм. Если мы не соответствуем, мы, соответственно, получаем санкции. Второе – это групповое давление. Каждый из вас является частью членами определенных социальных групп. Кто-то студенты, кто-то преподаватели, кто-то мамы, папы. Группы могут быть абсолютно любые. И эти группы влияют на нас как на членов. То есть, соответственно, мы выполняем определенные роли в этих группах. И здесь интересы группы в целом будут превалировать на нашими интересами. Соответственно, группа уже будет, можно сказать, давить на нас с целью изменить наше поведение. И мой самый любимый путь, потому что он самый мягкий, самый, вроде как, ненавязчивый – это социализация. То есть это то, как мы обучаемся, как мы воспитываемся, где мы растем. Да, социальная среда, в которой мы, можно сказать, варимся, где мы находимся постоянно. Но именно благодаря этому способу мы получаем самое, что для нас главное – это наша ценность, это норма нашего поведения. И это наша ценностная ориентация. То есть то, на что мы нацелены в нашей жизни. То есть то, на что мы ориентируемся, благодаря чему мы ведем себя определенным образом. Так, что же такое городские легенды? Городские легенды – это короткий рассказ, который передается из уст уста по принципу «друг моего друга, дядя моего дяди, когда-то сказал». Но имена мы не называем. Сюжеты могут иметь, либо имеют определенное фактуальное подтверждение. То есть это, скорее всего, какой-то фактор, какое-то предприятие, которое когда-то было. Также особенностями есть то, что проверить это знание, то есть проверить эту историю, очень сложно. Мы можем думать о том, что мы можем это проверить. Но зачастую для этого мы либо должны иметь определенные знания, либо доступ к определенным ресурсам, которые могут нам дать ответ, так ли оно есть или нет. Тематика городских легенд. В первую очередь самое такое, наверное, яркое – это контакты с пришельцем, с ННО. Историй много, фильмов много, все снято. Дальше – это криминат. То есть это те городские легенды, которые связаны с нарушением закона. Далее – это заговор, теория заговора. Все слышали, конспирологи, временные правительства, еще какие-то правительства. Все что-то на нас они там давят и влияют. Дальше – технологии. Они связаны с теми технологиями, которых мы не понимаем или не знаем, не можем объяснить должным образом. Далее – это дикие животные. Ну, все слышали про чупака, обрелых, леских чудовищ и так далее. Вот, это здесь, это дикие животные. Гемопатогенные зоны. Это те зоны, которые наделены определенной психической активностью. То есть это дома с привидениями, это определенные территории, на которых происходит что-то сверхъестественное и мистическое. И бытовые. Много о них говорить не буду, это то, что разрушает разрушители мифов, если вы так вам слышали. То есть это то, что связано с определенными какими-то вещами в нашем доме. Итак, как городские легенды становятся формой социального контроля? Здесь я предлагаю вам формулу. Социология, наука. Частично точная, частично неточная. Здесь мы немножко совместим. Итак, в первую очередь, это сама городская легенда. К ней мы добавляем механизмы общественные, которые будут поддерживать определенный тип истории. Ресурсы. Ресурсам это относится то, что мы, что такое городская легенда. То есть это ее внутренние и внешние ресурсы. Дальше это путь. Вот из тех путей мы выберем один, который приведет к социальному контролю. И в итоге социальный контроль. Немножко поподробнее. Что касается механизмов. Механизмы могут быть внешние и внутренние. Внешние механизмы это те, которые давят извне. То есть это устрашение в форме предупреждения опасности. То есть не ходите туда, там водится чупакабра. Не делайте того-то, потому что там какое-то мероприятие тоже было. Внутреннее это самоконтроль. То есть это то, как мы реализуем саму реакцию на определенный текст. Дальше. Ресурсы. Это социокультурный контекст. То есть это то место, то, можно сказать, тот суд, в котором появляется та самая городская легенда. То есть это украинское общество или это именно странно. То есть вот эти особенности будут включать социокультурный контекст. Актуальные проблемы. Очень важно для того, чтобы вы в первую очередь услышали эту легенду. Она должна быть связана с чем-то тем, что вас лично цепляет. Если оно вас не цепляет, не является какой-то определенной проблемой, соответственно, нет. Общественные страхи. То есть это то, чего мы боимся, в зависимости от того, кем мы являемся. Особенности объекта и субъекта. Это то, кто рассказывает и кому рассказывает. Доверяю ли я и что мне нужно сделать, чтобы мне доверять. Также характерные черты городских легенд и особенности канала передачи. Что очень важно, потому что городские легенды с канала передачи «Уст-Уста» переходят в социальные сети. Переходят на радио. Переходят на телевидение. То есть, соответственно, расширяется эта самая сфера. И путем я выбираю социализацию. Ту самую мягкую, нежную форму, которая будет нашей формой делать. Итак, как же оживают наши городские легенды? Здесь представлена картинка того, как городская легенда про крокодилов канализации ожила в Нью-Йорке. Причем результат был просто шикарный. Городская легенда, которая касается нашей области, которая цепляет особенно всех туристов в том числе. Это днестровские сомы, которые едят людей массами, которые действительно находятся в множестве подтверждений. Потому что дедушка моего прадедушки когда-то ловил большого сома и действительно находил там руки и ноги. А тут представлена картинка, которая не касается нашего Днестра, но является реальными новостями. Сом съел нацист, а вы говорите про бедных украинцев. Итак, немножко суперсилы. Благодаря этой формуле, то есть тем переменам, которые мы должны учитывать, создавая городскую легенду, у нас, получается, две супервозможности. Во-первых, создавать легенды. То есть мы можем смело задать себе вопрос, я контролирую. Мы можем не просто задать, мы можем сказать. Есть прецеденты создания таких легенд. Даже среди тех людей, которые находятся сегодня здесь. Можете потом с ними общаться по этому поводу. И вторая суперсила, это то, что мы теперь сами можем понять. Ну, по крайней мере, задуматься о том, на самом ли деле история правдивая, или история это вымысел. И просто кто-то хочет получить от нас какую-то форму поведения. То есть хочет ли мама не пускать нас в лес ночью, или хочет государство заставить нас чистить сточные трубы. Либо не плавать через днисцер, особенно в очень интересных состояниях. И завершаем. Хочу вам напомнить о том, что любые ситуации, которые мы представляем как реальные, они становятся реальными по своим последствиям. Это очень важно, потому что эти ситуации переходят в плоскость нашей жизни. Ихние результаты, и, собственно, вот то их влияние и оказываются тем самым, той самой реальностью на самом деле. А существуют ли НЛО, существуют ли привидения, чубакабры, интересные истории, или гарвардский филиал чего-то там. И определять, насколько это действительно есть в нашей... Это все картинки, между прочим, нашего города. Насколько это все есть в нашей жизни на самом деле, это в ваших руках. Так что теперь вы суперсильны, теперь вы суперготовы. Поздравляю вас и спасибо вам большое за внимание. Любимая решателька. Предыдущий слайд, пожалуйста. Там, где были картинки с нашего города. А какая легенда о Туме ходит? Мне просто интересно. Кстати, здесь очень интересная грань между правдой, вымыслом и так далее. Изучая историю Тума, по поводу костей, найденных при... Так, уже сама ради интереса провела целое исследование. Мне сказали, что есть действительно данные, подтверждающие о том, что это чекисты возили людей расстреливать, и все такое. Документы, что куча каких-то есть данных, интервью, и все такое. Когда городская легенда становится, когда рассказ такой, становится городской легендой. Когда мы начинаем друг другу рассказывать эту историю, соответственно. Ребята, вы знаете, мой девушка реально вывозил людей. Он был тогда таксистом. Его взяли и сказали, чтобы он вывозил. Он сначала не знал. Но потом он видел, что он вез там человека, а его нету. Вот тогда это начинает уже... Дальше это обрастает определенным рядом подробностей. Да он по 20 человек возил, да там закапывали, да там расчлененка была. И вот это все, вот тогда это становится городской легендой. Почему здесь? Здесь на самом деле гораздо глубже проблема в плане социального контроля. Вся вот эта ситуация с убийствами людей, она в первую очередь связана с определенным типом режима. И страх здесь нацелен на то, чтобы люди не хотели такого режима вновь. И делали бы все для того, чтобы этот режим максимально оттянуть его. То есть иметь то, что вот у нас есть сейчас, где у нас никого никуда не вывозят. То есть так ЦУМ становится городской легендой. Вот как-то так. Позвольте уточнить. То есть не важно, на самом деле было это или нет. Важно, какую функцию выполняет эта история. По сути, для социального контроля. В принципе, да. Функция главная. Почему я говорю, что имеет, может иметь или не имеет определенное реальное, ну, то есть какой-то случай. Это очень хорошо ее подкрепляет. То есть случай того, насколько то были чекисты, нам неизвестно. Но мы знаем, что там есть закопанные люди. Это та часть, которая вот уже начинает раздуваться. Поэтому городская легенда, она ближе не к формам фольклора как таковом, к мифам и легендам. Она называется городской легендой, это просто калька с английского на самом деле. Просто нету этого термина. Она больше ближе к разным слухам. Слухам, городским, уткам. Это то, что ближе. Они все какую-то долю истинности имеют. И поэтому это неважно, насколько это действительно правда важно, то, для чего это рассказывается и кому это рассказывается. И кем. И кем. Вот это то, о чем я говорила. Это вот эти вот объективные, субъективные ресурсы городской легенды. То есть это то, доверяешься ты этому человеку. Еще вопрос? Да, там момент был, когда ты, кадр был, где ты там вылазил из люка. Кто там вылазил? Крокодил. Крокодил вылазил. Да. О чем это была легенда? Ну, это городская легенда, которая была запущена и очень хорошо медизирована. Это у нас Нью-Йорк. У них есть проблемы. То есть можете вернуть на формулу, я просто по ней, в принципе, и расскажу. Выше, выше. Вот. Вот. Вот это, да. Нет, назад. Лучше. Так будет короче. Вот это. Да. То есть у нас есть устрашение. То есть люди начинают рассказывать о том, что водятся крокодилы. Определенные. То есть они там действительно живые. То есть что там с ними происходит в этой канализации. Люди начинают задумываться о том, ну, что мы должны делать. И тут они включают то, что, во-первых, американское общество, оно уже разрушает. Было подготовлено. К тому времени все знали и смотрели про черепашек. Нинь. Они уже верили в то, что вполне крокодил может жить в канализации. Актуальная проблема. Проблема это, в первую очередь, загрязнение. Во-вторую, то, что они смывали домашних животных. То есть здесь я такой проблем особенно не вижу как-то. Я никогда не сталкивалась, чтобы украинцы смывали домашних животных куда-то. А там есть эти практики. И, соответственно, они там мутируют, становятся крокодилами и так далее. И в этом контексте у них появлялись, соответственно, не страхи и так далее. Ну, презентованное, но было очень круто. То есть это была очень раскрученная штука. То есть они им печатали футболки. Они распространяли это все максимально. Они запускали кучу-кучу символики. То есть если примерно место 15 на 4, вы бы сегодня видели этого крокодила здесь. Люди начали задумываться. Потом по результатам они провели исследование. Снизилась ли степень загрязнения. Степень загрязнения снизилась колоссально. Ну и тут я даже не говорю о том профите, скажем модным словом, который получился. То есть они смогли, мало того, что эти все деньги, тоже пустить на благотворительность в плане очищения. А видавно, кто был автором? Насколько там, я так понимаю, там это была группа людей. Это социальная структура? Да, ну то есть это нет, это не общество. Это активисты. Это активисты вот этих зеленых движений, которые просто сами решили, что надо что-то делать. Нет, это не государство. Еще вопрос? Давайте, ребят. Хорошо. Спасибо большое, Светочка. Аплодисменты. Спасибо.